Ненецкая окружная больница выражает благодарность жителям округа за содействие и помощь в донорстве. За три дня в отделение переливания крови пришли 40 человек, которые сдали около 20 литров крови. Она поступила в отделение реанимации и хирургии для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе. А теперь к другим темам. Количество преступлений, совершенных в Ненецком округе за 11 месяцев текущего года, остается на уровне прошлого периода. Сократилось число зарегистрированных тяжких телесных повреждений, краж, грабежей, убийств и угонов. В текущем году не совершались разбойные нападения и изнасилования. Вместе с тем возросло число мошенничеств, умышленных причинений легкого вреда здоровью. О состоянии преступности в регионе речь шла на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Участники встречи обсудили также меры по снижению уровня преступности, борьбе с алкоголизацией населения, а также обеспечения социальной поддержки лиц без определенного места жительства, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных наказанию, не связанному с лишением свободы. Комиссия прошла под председательством первого вице-губернатора Юрия Мурадова. Основной массив регистрируемой преступности на территории Нинецкого округа составляют корыстные преступления. Практически каждое второе уголовно наказуемое деяние – это преступления против собственности, среди которых наиболее распространены кражи и мошенничества. Последние настоящие бич региона, в один голос говорят правоохранители. Анализы регистрируемых мошенничеств являются, что наиболее распространенные способные хищения денежных средств являются телефонные мошенничества, интернет-мошенничества, использование вирусов. Хищение денежных средств, используемых средств связей, в большинстве своем, совершается с территории других студентов Российской Федерации. Результаты проведенных неотложных мероприятий показывают, что об использовании и обналичивании сим-карт, виртуальных счетов, которые оформлены на постановлении несуществующих лиц, а также банковские карты, добытые путем обмана или оформлением с использованием подобных документов. Окружные правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, осуществляющих мошеннические схемы. Однако зачастую найти аферистов просто нет шансов. Этим летом полицейские совершили практически невозможное. Установили личность мошенника, который совершил 20 эпизодов. Ведется следствие. По мнению прокуратуры округа, необходимо усилять профилактическую работу среди населения. Тогда доверчивые жители округа перестанут попадать в сети аферистов. А действия МВД по установлению телефонного мошенника Виталий Кудривец назвал большой удачей и редким случаем. На протяжении, наверное, 5 лет подобного рода преступления совершаются. Только, наверное, второй случай на моей памяти, когда мы нашли такого преступника. Причина, причина, наверное, в первую очередь, это беспредельная доверчивость наших граждан. Как воздействовать на их сознание? Ну, я не знаю, вот, может быть, используя потенциал органов местного управления, органов государственной власти, как донести до населения доступно? Что отвечать на звонки незнакомых людей и переводить деньги, это понятно куда, не стоит. Еще один острый вопрос, который затронули участники комиссии – социальная поддержка лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Зачастую, не найдя себя в обществе, в том числе не трудоустроившись, они возвращаются к асоциальному образу жизни и совершают повторные преступления. По мнению правоохранителей, для таких граждан необходимо создать центр социальной и медицинской реабилитации с возможностью проживания, а также предусмотреть квотирование рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Что касается трудоустройства, то уполномоченный по правам человека Лариса Сверидова предложила иной и более действенный, по ее мнению, вариант решения проблемы. В основном из мест лишения свободы они возвращаются хорошими имейцами, вот по моей практике, когда они приходят. Но на сегодняшний момент мы их не трудоустраиваем в этом направлении. Плюс у нас есть еще такие направления работы, которые ковка, литье и реверсные мастерские, которые ребята хотят создать, которые из мест лишения свободы вернулись. Я предлагаю просто не идти такими глобальными мерами. Деньги на это нужно изыскивать достаточно долго, а все-таки поддержать лицо заинтересованное в том, чтобы создать некоммерческую организацию. И как раз, чтобы ребята, которые возвращаются из мест лишения свободы, уже находили работу в данной организации. И чтобы организация прорабатывала с ними по трудоустройству их. По мнению Юрия Мурадова, это хорошая идея, достойная поддержки со стороны органов власти. Первый вице-губернатор поручил сформировать законченный проект предложений по этому вопросу.